Знаменитая фамилия. В Краеведческом музее собрались несколько поколений семьи Мали. Здесь и дети, и внуки, и правнуки, и даже праправнуки художника и краеведа. Самым долгожданным гостем семейной встречи стал правнук Эммануила Мали Дмитрий. История Краеведческого музея в Мясе берет свое начало в 1920 году. В те годы коллекция насчитывала 1195 экспонатов. Выставочные образцы делились на две группы – историческая и природная. Огромное количество экспонатов предоставила своей личной коллекции Эммануил Мали. Он и стал первым директором Мясского Краеведческого музея. Организацию «Большой семейной встречи» взяла на себя лидер творческого объединения Старогородцы Ольга Балановская. У меня давно посетила такая идея – собрать под крышей музея всех тех, кто еще жив, из такого большого дружного семейства. Я знала, что в старой части проживает самая младшая дочь Мали Изольда. Я знала, что в Ставрополье живет правнук Эммануила Иосифовича Дмитрий. В прошлом году музей наш Краеведческий отмечал юбилей – 95-летие. И была устроена специальная выставка, посвященная первому директору Мали. Младшая дочь Эммануила Мали Изольда поделилась с нашей съемочной группой впечатлениями от посещения музея. Как говорит сама Изольда Мали, галерею она не посещала со времен ее открытия. Вначале я как-то была здесь, ну раза два была, но у этого ничего так не было, как сейчас. Сейчас очень красиво. А когда было что-то так мало всего. Семья Мали с интересом рассматривала экспонаты выставочных залов. Но больше удивления и восторга было у правнука Эммануила Мали Дмитрия. Он впервые приехал в МИАЦ, впервые посетил Краеведческий музей. Но он хорошо знаком с историей своей семьи. Про моего прадеда рассказывали, что он знаменитый человек, что он много сделал. Рассказывали про вазу, которую он с моей бабушкой. Бабушка ему помогала, бабушка Александра Эммануила, она ему помогала ее делать. Она мне рассказывала всегда с теплотой, она очень любила своего отца. Всегда старалась и помогать, ей нравилось ему помогать, нравилось проводить вместе время с ним. Дмитрий, как и его прадед-художник, он тоже стремится быть талантливым и известным. На самом деле я никогда не задумывался о том, что это может быть связь корней. Но мне кажется, что все происходящее заставляет задуматься, что есть что-то, что нас все-таки объединяет. Конечно, это было принятое мной решение. Может быть, совершенно случайно я собирался стать экономистом, откровенно говоря. Но вот что-то произошло, и у меня образовалась профессия, связанная с творчеством. Она, конечно, относительно творческая, но такая. Я считаю, что все-таки связь какая-то, наверное, существует. Чем дальше, тем больше кажется, что она есть. Большая семья Мали собралась под крышей Миязского краеведческого музея. Стены этого здания объединили в себе несколько поколений и городов. По традиции теплая встреча закончилась чаепитием и обсуждением впечатлений от выставок. Наталья Русина, Александр Лядов, ОТВ МИАС.